Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Миллион аллых роз. Анапские коммунальщики массово высаживают цветы на улицах и в парках города. Очистим пляжи. Как администрация Анапы намерена освободить побережье от незаконных построек? Два десятка лет на сцене. Ансамбль народного танца «Жемчужина» празднует свой юбилей. Начнем с темы, по которой в нашу редакцию поступило немало звонков от жителей Анапы. Почему были приостановлены работы по строительству подземного пешеходного перехода в станице Анапской? Ранее мы уже сообщали, что эта задержка произошла в связи с изменением технологии. Близко оказались грунтовые воды. Потребовалась помощь специальной технике. Теперь она прибыла из Сочи и работы продолжились. Что здесь происходит сегодня, нам рассказал заместитель главы города-курорта Владимир Забураев. Мы сегодня присутствуем при первом вбивании шпунта для того, чтобы сделать корыто для пешеходного перехода. Я думаю, приехали все, видите, специалисты здесь, имеется соответствующая техника, материал есть. Я еще раз хочу напомнить вам, что еще раз извиниться за некоторую задержку. Я думаю, этот переход очень нужен, и мы его построим, и в срок мы его построим. Планируется работать в две смены, и если все, дай бог, хорошо пойдет, то буквально в считанные дни должно быть закончиться вбивание, так сказать, этих шпунтов. Уже формы на заводе построены. Здесь рядом со мной присутствуют представители инвестора. Они здесь тоже находятся на этом месте. И еще раз хочу подчеркнуть, что все будут силы брошены для того, чтобы этот долгожданный переход будет сделан. 3000 роз вскоре украсят одно из любимых мест отдыха Анапчана – Ореховую рощу. Как пояснила мастер бригады озеленения «Зеленстрой» Наталья Ушакова, высадка цветов – это плановое мероприятие коммунальных служб города. И также мы узнали, будет ли изменена цветовая композиция клумб парка. Согласно муниципальному контракту на объекте Ореховая роща, мы планируем высадить порядка 3000 кустов роз, взамен выпавших во время заморозков роз. Первоначальный вид приобретет, да, как было, здесь все красиво будет. В течение двух дней мы планируем досадить, сделать подсадку. Весенняя пора – любимое время года садоводов. Выставка-ярмарка «Дача-сад-огород» открылась сегодня в Анапе для всех неравнодушных к возделыванию приусадебных участков. Более тысячи видов плодовых и декоративных растений предложат покупателям лучшие фермерские хозяйства края. Ярмарка «Дача-сад-огород» – каждый раз событие для того города, куда она приезжает. География обширна, весь Краснодарский край, но время проведения строго регламентировано – только неделю и только два раза в году – весной и осенью. Однако для Анапы, по словам организатора Владимира, было сделано исключение, так как после первой выставки было очень много обращений и просьб от жителей города приехать еще. Первая выставка у нас проходила с 3 по 8 марта и прошла очень удачно. Населению Анапы очень понравилось. И по многочисленным просьбам населения мы сделали еще вторую выставку на территории Южного рынка. У нас представлено очень много разновидностей растений, от луковичных, вплоть до декоративных, вьющихся кустарников, плодово-ягодных растений. Очень много ассортимента малины. Так что приглашаем всех на территорию Южного рынка на выставку. Мы, как сторонники продвижения местного производства, привозим вам радость. Весна пришла, весенняя посадка началась. Ассортимент растений, представленных на выставке, также обширен. И все саженцы выращены фермерами Краснодарского края. Наш край как нельзя лучше подходит для садоводства, уверена Надежда Нормурадова. И здесь есть все условия, чтобы обеспечить не только наш край овощами, фруктами и ягодами, но и всю страну. А такие мероприятия помогают этого добиться. Краснодарский край – это край для садоводства, для растеневодства. Здесь все условия Богом даны, чтобы люди выращивали, растили все это. Надежда Нормурадова в области садоводства профессионально работает уже больше 15 лет и знает все секреты. Как правильно посадить, а потом и вырастить хороший урожай. И всем этим она готова поделиться с каждым, кто желает приобрести что-нибудь для своего сада. Выставка расположилась на территории Южного рынка, вход с улицы Астраханской. И будет работать каждый день до 27 марта включительно. В Анапе продолжается работа по освобождению пляжей и территории города от незаконно установленных и брошенных некапитальных объектов торговли и точек проката. На этой неделе в районе Джамите начались работы по освобождению 200 квадратных метров пляжа. Проверка самовольных застроек прибрежной полосы специалистами муниципального контроля началась еще в прошлом году. И в настоящее время демонтаж сооружений в 100-метровой зоне прибрежной защитной полосы Черного моря продолжается. Деревянные и капитальные сооружения, которые в сезон функционируют как кафе и бары, незаконно разместились в 30-80 метрах от кромки воды. Предпринимателя, который не имел разрешительных документов на сооружения и на земельный участок под ними, заблаговременно предупредили об ответственности за самовольное строительство. Но убрать летнее кафе собственник отказался. Сегодня демонтаж проводился силами администрации. Несмотря на сильный вечер, работы планируется закончить за пару дней. Остатки строения уберут с пляжной территории и отвезут на штрафстоянку. Именно там их сможет забрать собственник, если вдруг объявится. На наступление сезона запланировано снести более 60 незаконно установленных и брошенных строений. Многодетным семьям на Кубани разрешат использовать средства регионального материнского семейного капитала на газификацию. Воспользоваться смогут те, кто имеет право на распоряжение данными мерами соцподдержки. Инициатива о внесении изменений в краевой закон принадлежит губернатору региона Вениамину Кондратьеву. Глава края подчеркнул, что выплату за рождение третьего или последующего ребенка нужно направлять на то, в чем действительно нуждаются такие семьи. Размер регионального материнского капитала составляет 100 тысяч рублей. Краснодарский край вошел в пятерку регионов России по развитию физической культуры и спорта по итогам 2015 года. В прошлом году в краевых массовых спортивных соревнованиях приняли участие почти миллион молодых кубанцев. Регулярно выходят на спортплощадки и беговые дорожки почти половина населения региона, что на 10% больше, чем в среднем по России. Какую лепту в развитии физической культуры и спорта края внесли спортсмены Анапы, нашему телеканалу рассказал главный специалист управления физической культуры и спорта курорта Алексей Николаев. 2015 год запомнился большим количеством побед на российской арене и на мировой арене в том числе. Такие победы, как Кристины Усовой в первенстве в России, Юрий Далакян, Анатолий Шевченко, представители дзюдо, спорт слепых, выступали на чемпионате мира, завоевали второе командное место и, соответственно, в личных зачетах тоже показали высокие результаты. Это Исава Каракизиди, который в этом году был награжден премией «Человек года» именно в категории «Спортивные достижения». Три первых места на Кубке Европы по самбо он завоевал. Это, само собой, одно из таких самых высоких достижений 2015 года в таком виде, как тяжелая атлетика. Олег Чен вновь завоевал второе место на чемпионате мира, который проходил в Соединенных Штатах Америки. Спортсмены, представляющие адаптивные виды спорта. Анастасия Шевченко, которая на Спартакеаде инвалидов России заняла несколько призовых мест. Это два первых места, два вторых места, третье место в различных дисциплинах по плаванию. Нельзя не сказать о таких спортивных результатах высоких, которые давно не показывали наши местные спортсмены в игровых видах спорта. Это всем нам полюбившийся клуб «Анапа», футбольный клуб «Анапа». В преддверии грядущих Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро нельзя не упомянуть о таких спортсменах, которые завоевали путевку и будут представлять на данных играх наш муниципалитет, наш город «Анапу». Это Олег Чен, тяжелая атлетика, Анатолий Шевченко, Юрий Далакян, представители дзюдо «Спорт слепых». Мы спортсмены, возвращаясь с соревнований, на которых они показывают эти высокие результаты, тем самым прославляя наш город. 12 юных витязей из школы «Анапы» приняли участие в рыцарском турнире, который организовали при поддержке управления образования города. Ребятам предстоял ряд испытаний на силу и ловкость, на находчивость и смекалку. Мероприятие проходит в рамках деятельности городского детско-юношеского общественного движения «Республика детства». Оно объединяет все школьные детско-общественные объединения, и каждое объединение в течение года показывает открытое мероприятие, где принимают участие все остальные. Данное мероприятие проходит по инициативе школьного детско-общественного объединения отряд юных разведчиков среднего общественного движения «Школа номер один». Они придумали этот конкурс, они его организуют, а мы решили поддержать их инициативу и сегодня провести это мероприятие, пригласить все остальные детско-общественные объединения и принять в нем участие. Это конкурс для младших членов детского объединения, то есть для самых маленьких, либо те, которые только будут вступать в детские объединения школьные. Танец – это зашифрованный язык движения, это скорость и вихрь эмоций. Танец – это язык, понятный всем. Эти слова в полной мере можно отнести к участникам и выпускникам образцового художественного ансамбля народного танца «Жемчужина», который отметили 20-летие со дня создания коллектива. В зале городского театра на юбилейном концерте «Аншлаг». И это не случайно. На сцене воспитанники известного не только в Анапе, крае, России, но и за рубежом ансамбля народного танца «Жемчужина». Все эти годы создателем, бессменным руководителем-болькмейстером была, есть и остается почетный работник общего образования Российской Федерации Татьяна Федорова. И уже 13 лет ей помогает выпускница ансамбля-хореограф Анна Мельникова. Юбиляров тепло поздравили представители администрации и коллеги. Они единодушно отметили, что ансамбль – настоящая жемчужина в ожерелье творческих коллективов Анапы. Были не только официальные, но и творческие поздравления. Участники ансамбля «Счастье» на цыпочках Центра творчества исполнили частушки. А зная любовь участников ансамбля к экскурсиям и походам, администрация 16-й школы подарила походную палатку. Зал буквально взорвался аплодисментами, когда на сцене танцевали выпускники ансамбля. А их за годы существования насчитывается более 600 человек. И все-таки главными действующими лицами стали юные танцоры. Следует отметить, что в юбилейном концерте приняли участие все группы ансамбля «Жемчужина». Танцуйте, раскрывайтесь в танце и открывайте для себя других людей. Пусть танец в вашей жизни не останавливается никогда. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.